Минфин России рассматривает отмену экспортных пошлин на золото. Об этом заявил директор департамента Даниил Волков. При этом комитет Софеда по бюджету и финансовым рынкам поддержал и рекомендовал Палате одобрить поправку о повышении НДПИ на золото на 78 тысяч рублей на килограмм с 1 июня. Ранее меру одобрил комитет Госдумы по бюджетам и налогам. О самых значимых новостях экономики за 10 минут в студии Богдан Приход. Здравствуйте. Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые за 5 месяцев. Как это отмечают аналитики, ключевым фактором ослабления рубля стало резкое снижение валютных интервенций со стороны Банка России и Минфина. В апреле они действительно будут минимальными. Так министерство будет покупать валюту и золото на 11 миллиардов 200 миллионов рублей ежедневно, что почти полностью перекрывает продажи со стороны ЦБ. Напомню, что интервенции на рынке поддерживали курс рубля на протяжении всего 2024-го. Поэтому их снижение практически до нуля создает предпосылки для более активного ослабления рубля. По словам экспертов, пока непонятно, продлят ли меры валютного контроля, которые заканчиваются уже в этом месяце. Поэтому многие игроки заняли выжидательную позицию. При этом дальнейшего ослабления нацвалюты аналитики не ждут. В уже более экономическом разрезе здесь мы видим, что курс рубля довольно неплохо позиционирован. Платежный баланс по итогу марта был оценен на очень неплохих показателях. Счет текущих операций по оценке ЦБ составил приличный 13,4 миллиарда долларов. И все это подкреплялось хорошими показателями и по торговле товарами, и по торговле услугами. В принципе, здесь сложно сказать, что курс должен однозначно уходить в сторону ослабления. Скорее, это какая-то рядовая динамика, связанная с перестройкой потоков от недели к неделе. Удивительно, но рынок также может ждать смягчение денежно-кредитной политики. Так, на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиулина во время выступления в Госдуме заявила, что пик инфляции в России пройден. А это предвещает скорое снижение ставки, что может негативно отразиться на рубле, подчеркивают аналитики. Правда, у рубля будет и поддержка. Так, в конце месяца с компанией соберут НДПИ примерно на триллион рублей. Пик фискальных платежей придется на 25 апреля. Поэтому с приближением к этой дате все больше организаций должны продавать иностранную валюту для уплаты налогов. А вот в начале мая рубль может снова перейти к снижению. Швейцария пока не будет присоединяться к международной группе стран G7 РЕПО по поиску активов россиян, попавших под санкции. Об этом РБК сообщили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований страны. Сотрудничество между Швейцарией и ее международными партнерами по внедрению санкций против России в настоящее время хорошо выстроено на техническом уровне. По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к РЕПО. Если членство будет отвечать интересам Швейцарии в будущем, то Федеральный совет может пересмотреть ситуацию. Ведомстве заявили РБК, что внимательно наблюдают за работой западных партнеров в вопросе передачи российских активов Киеву. При принятии решения власти будут учитывать особенности швейцарской правовой системы международного права и целей своей внешней политики. Так как в отличие от депозитария ФИЕС, швейцарские не держат средства ЦБ России. Сейчас общий объем резервов и активов составляет почти 7 миллиардов 400 миллионов швейцарских франков. Эти средства обездвижены, то есть с ними запрещены любые финансовые операции. При этом сумма замороженных в Швейцарии российских активов составляет 7,5 миллиардов швейцарских франков. Эти средства принадлежат или контролируются лицами и компаниями из санкционного списка ЕС. Накануне Министерство финансов Германии ответило на запрос РБК, что страна придерживается подхода, который соответствует юридическим нормам. Там заморозили почти 4 миллиарда евро. Напомню, в марте Еврокомиссия предложила использовать доходы от заблокированных активов ЦБ России для поддержки Украины. Лидеры стран-участниц проведут очередной саммит 17-18 апреля. Минфин поддержал завершение всех программ льготной ипотеки в этом году. Об этом известии рассказал директор департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев. Речь об IT-ипотеке, а также программе под 8% на новостройки. Она завершится 1 июля. Продлят только семейную ипотеку до 2030. Региональные программы тоже будут действовать до этого срока. Сейчас более 90% кредитов на первички выдаются по льготным условиям. Долю следует сократить до 25%, считают Минфини. Та тенденция, которая начала формироваться еще до повышения ключевой ставки, ведет к перекосу на рынке, объяснил Яковлев. Участники же выступили за адресное продление программ, например, на определенные регионы или категории населения. Если смотреть итоги 2023-го, выдача ипотечных кредитов оказалась рекордной. Плюс более 60% следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт-РА». Но в этом году эксперты уже не ждут таких показателей от рынка. По прогнозам, объем потеряет 30%, а рост ипотечного портфеля не будет превышать 13%. А доля льготных программ на рынке снизится до 45%. Также аналитики заключили, снижение ставок по рыночной ипотеке стоит ожидать не раньше второй половины этого года. Во втором полугодии ставки пойдут вниз вслед за ожидаемой динамикой ключа, что позитивно скажется на клиентской активности. Кроме того, по мере модификации льготных программ будет наблюдаться смещение вектора в сторону рыночных сделок. При принятии решения о покупке квартиры население, как правило, ориентируется на ожидаемые расходы, которые в свою очередь зависят от ставки по кредиту и цены недвижимости. Поэтому простимулировать выдачи может либо снижение ставки, либо опережающий рост доходов населения относительно цен на недвижимость. В агентстве «Эксперт-РА» отмечают, в первую очередь условия будут улучшаться для действующих заемщиков, желающих рефинансировать кредиты. По прогнозу, доля проблемных кредитов с показателем долговой нагрузки заемщика свыше 80% снизится с 47 до 30%. В оценках разошлись. Темпы инфляции в России в марте ощутимо замедлились. В прошлом месяце показатель составил 0,39% против 0,68% за февраль. При этом в годовом выражении рост цен увеличился до 7,72%. Это следует из доклада Банка России. При этом регулятор ориентируется на другой показатель – месячное изменение цен с сезонной корректировкой в годовом выражении. А он, на удивление, в марте составил 4,5%, что оказалось близко к цели регулятора. Правда, по расчетам аналитиков проекта «Твердые цифры», уже в первую неделю апреля годовая ставка с учетом сезонных колебаний ускорилась до 7%. Эксперты отмечают, одна недельная точка не позволяет судить о полной картине в этом месяце. Однако она дает повод думать о неустойчивости снижения инфляции. Во вчерашнем отчете, который был опубликован по итогам мартовских цен по инфляции в России, оценка месячной инфляции с устранением сезонности оказалась меньше 0,4%. В годовом выражении, условно говоря, в 12 степени это число дал цифру около 4,5% инфляции. И учитывая, что она оптически находится не так далеко от 4% цели, ну вот видимо кто-то из комментаторов начал транслировать и делать вывод о том, что да, мы практически вернулись к 4% инфляции, поэтому Центробанк может уже в апреле перейти к снижению ставки. Но здесь нужно понимать, что с одной стороны, действительно, если инфляция с сезонной корректировкой из месяца в месяц будет находиться на уровне близком к целевому, это 0,33 за месяц, тогда и по итогам года инфляция будет на цели, но и верный обратно, что условно говоря, в марте цифра была чуть ниже 0,4%, если, например, в апреле эта цифра будет на 0,1 выше, то в годовом выражении это даст уже 1,3% в годовом показателе, и условно говоря, цифра с 4,5 может вполне приблизиться ближе к 6%. В обзоре Банка России сказано, что темпы инфляции в первом квартале 2024-го заметно ниже тех, что были во втором полугодии 2023-го. А это указывает на устойчивый характер замедления роста цен. Правда, аналитики регулятора отмечают, дальнейшее снижение инфляции происходит медленно. Дело в том, что нынешнее понижение в основном было обусловлено изменениями цен на волатильные компоненты. Более того, темпы роста цен остаются высокими по широкому кругу товаров и услуг. Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. В последние месяцы резкие колебания цен были свойственны лишь услугам, связанным с туризмом, в то время как осенью таких товаров и услуг было больше. Это указывает на снижение количества локальных ценовых всплесков. В ЦБ по-прежнему заявляют, что для устойчивого снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени. Эту тему продолжат обсуждать в программе «Рынки» сразу после рекламы. Константин Бочкарев сейчас срывается в эфир. Не переключайтесь.